здравствуйте дорогие слушатели школы художественного жеста я снова с вами меня зовут юлия сорокина я куратор современного искусства куратор и тьютер школы художественного жеста сегодня я расскажу вам немного об арт менеджменте и о том как художник может помочь самому себе и стать арт менеджером на недолгое время вместо предисловия я хочу вам рассказать короткую историю про своего учителя уже известного вам художника рустама хальфина рустам хальфин любил делать очень сложные проекты и привлекал в эти проекты достаточно большое количество различных профессионалов я работала у него несколько лет и он любил повторять что художник должен заниматься творчеством и когда я в 1998 году решила поехать на курсы арт менеджмента для того чтобы стать куратором рустам очень долго со мной спорил и говорил ты должна заниматься творчеством а вот этот весь менеджмент кто-нибудь сделает я все равно поехала в 1999 году рустам попал очень неприятную историю и ему пришлось разрушить галерею которую он сам создал галерея называлась лук она находилась на территории ким и по и когда у него кончился контракт его принудили разрушить свое собственное детище после чего он получил инсульт и в общем-то в скором времени ушел из жизни к чему я все это рассказываю к тому что казалось бы вот череда случайных событий и пренебрежение художника к тому что организация это тоже важно привела вот таким ужасным результатом что было потеряно очень ценное произведение артефакт галерея лук глиняный проект и самое главное что это ускорило уход самого художника и так зададимся вопросом находится ли в таком противоречии вот это вот парочка сладкая художник и менеджер действительно ли это абсолютно несовместимые ипостаси так давайте посмотрим исходим из того что менеджер это тот кто ставит цели и достигает их менеджер обладает определенными качествами какими во первых это стремление к независимости во вторых свобода действий в третьих творческая работа в четвертых создание капитала в пятых потребность во влиянии в шестых воля к победе седьмых стремление к успеху и борьба с соперниками и самим собой восьмое правило менеджер распознает возможности девятая менеджер умеет проектировать десятая менеджер умеет управлять рисками одиннадцатое нужно уметь пережить неудачу и и двенадцатая это склонность к действиям а не только к проектированию вот эти вот двенадцать пунктов на мой взгляд очень сильно подходят и художнику если вы задумаетесь то вы как минимум десять из них для себя также в какую в какие-то свои закрома памяти тоже вкладываете и наверняка соблюдаете вот эти вот правила и и обладаете этими качествами но даже если мы с вами посмотрим в историю искусства то мы увидим что многие художники современного искусства обладали вот этими качествами менеджера и очень хорошо умели организовывать свои проекты особенно если это проекты сложные и многосоставные так называемые мультимедийные давайте вспомним индий орхал и его знаменитая фабрика когда он выкупил здание на манхэттене и устроил там настоящую фабрику талантов через которую прошли многие художники сейчас знаменитые на весь мир йозеф бойс который очень часто делал проекты предполагающие и перелеты и перевозки и транспортировку каких-то больших объемов материалов художественных привлекал множество людей для своих проектов и подобные действия которые предполагали очень хорошую степень организации концептуальный художник ханс хааки который вел исследования и расследования и можно здесь вспомнить его проект который был связан с провокацией и который обвинял одного из спонсоров музея гугенхайма в коррупционных операциях это тоже требовало от художника определенных организаторских навыков один из венских акционистов херман нич который организовал о м свет и который ставим большие постановки многодневные спектакли перформансы где были задействованы множество людей актеров зрителей жителей небольшой деревне там были задействованы и животные и какие-то сложные структуры для всего этого конечно же необходимо было уметь сочетать в себе ипостаси художника и менеджера ну и наконец всеми нами любимый и знаменитый бэнкси который делал не только и делает не только граффити на стенах домов но и устроил знаменитую акцию на аукционе сотбис где была продана его картина которая сразу же после продажи была порезана на полоски встроенным внутрь картины шредером вот это тоже очень сложная работа которая предполагает организационные способности чем же руководствоваться когда вы работаете над сложными проектами и вам необходимо скиллы менеджмента или же навыки менеджмента у меня есть для вас несколько рецептов во-первых ставьте перед собой реальные цели и всегда работайте в режиме проекта если вы будете четко ставить цель перед собой и четко ее артикулировать и вы распределите свою работу как проект то вам скорее всего все удастся и у вас все получится необходимо просто рассчитывать и просчитывать то что вы делаете поскольку сейчас художники работают со сложными технологиями зачастую связанными еще и с техническими навыками и умением управляться с цифрами и со временем второй совет генерируйте идеи есть такой лозунг или такое мото нашего времени когда уже все изобретено и изобрести что-то абсолютно новое невозможно очень часто восклицают крадите как художник то есть необходимо использовать весь тот багаж прошлого времени весь тот багаж наработок художников которые работали до вас и менеджеров организаторов которые работали до вас использовать этот багаж не в прямую то есть не копируя конечно же не занимаясь плагиатом а инновативно то есть адаптируя и актуализируя идеи формы приемы и даже вступая в какой-то творческий диалог с теми кто работал до вас следующий совет не ждите музу боритесь с прокрастинацией есть определенные техники когда художник может выйти из вот этого состояния непреодолимой лени или же боязни начать что-то новое или же череды каких-то дел которые постоянно вам мешают что-то делать здесь вам тоже помогут навыки менеджмента и я о них расскажу позже всегда будьте внутренним куратором самого себя всегда выбирайте что необходимо для проекта а что можно убрать что нужно делать сейчас а что потом потому что кураторство это выборе если вы будете курировать самого себя значит вы будете выбирать что вам делать сколько в каком объеме когда и зачем и наконец последнее пожелание всегда будьте глокал вспомните тот знаменитый термин философа и куратора акиле бенита олива который соединил два слова global и local в одно глокал то есть выбирайте те темы которые болят у вас здесь и сейчас но транслируйте их с помощью международного глобального языка чтобы вас могли понять в любой точке мира давайте пройдемся еще раз по этим советам уже более подробно и так любая задача рассматривается как проект если первое проблема является комплексной то есть это не какая-то узкая маленькая проблемка а комплексная проблема которую можно повертеть со всех сторон дальше решение этой проблемы неизвестно и вы работаете не только как художник но и как исследователь как ученый можно сказать или совмещаете эти две ипостаси следующий признак у проекта всегда есть цель и задачи и вы должны эту эту цель и эти задачи сформулировать у проекта также всегда имеется график работы то есть есть начало и есть конец проекта и вам будет легче работать если вы сможете очень четко намечать эти цели и задачи своего проекта следующий очень важный момент у в проекта всегда имеется бюджет тем более в наше время когда художник использует и дорогие дорогую технику и дорогих специалистов какие привлекает каких-то еще специальных профессионалов для того чтобы монтировать снимать делать какие-то эффекты даже просто каких-то мастеров для того чтобы сделать ту или иную вещь вот для всего этого нужен бюджет и вы должны когда будете планировать проект уметь составить бюджет проекта для того чтобы понять сколько вам нужно финансовых средств для этого проекта и наконец последнее но очень важные у проекта всегда есть инновация проект это всегда новизна то есть это не обязательно какое-то открытие то есть новация это инновация то есть вы можете адаптировать какую-то новацию для своей работы но инновативность работе должна быть вы должны сказать что-то новое городу и миру что касается лозунга кради как художник существует целая книга написанная автором остином клеоном он сам художник где он дает 10 уроков творческого самовыражения и вот эта книга она считается своеобразным манифестом цифровой эпохи когда у нас есть интернет и столько много информации что мы иногда даже не не понимаем откуда у нас возникла та или иная идея или же нам кажется что мы это где-то видели где-то уже встречали также автор этой книги восклицает не нужно быть гением главное быть самим собой и когда вы будете делать свое произведение пожалуйста не забывайте о тех волшебных витаминках а тех четырех c современного искусства о которых мы говорили в лекциях об истории искусства это во-первых дискурс во вторых месседж третьих медиум и в четвертых контекст что касается прокрастинации и умение не ждать музу а самому заставлять себя работать либо сделать так чтобы твоя работа была в потоке то есть автор очень часто входит в некий поток для того чтобы работать без перерывов и без каких-то долгосрочных откладываний процесса я советую вам использовать знаменитую матрицу эйзенхауэра но вы наверное знаете что это 34 президент сша который был очень организованным человек ему вот он придумал такую матрицу которая состоит из четырех частей где есть составляющие которыми можно управлять поделите лист на четыре части и вы получите таблицу из четырех кубиков по горизонтали таблица делится на части важно не важно а по вертикали она делится на части срочно не срочно так вот все наиболее важные дела нужно сосредоточивать в той части которая важна и те дела которые нужно сделать срочно соответственно у вас по обе стороны от этого кубика будет то что важно но не срочно и то что внизу это будет у вас то что срочно но не важно то есть эти дела можно либо делегировать либо отложить и наконец в самый до в самом дальнем кубике в самой дальней части вашей таблицы сосредоточиться дела которые и не важны и несрочные ну как правило это наши соцсети то что мы постоянно просматриваем facebook instagram telegram звонки и так далее и тому подобное вот суть в том чтобы убрать эти все дела из того времени которое вы предназначили для творчества отключить телефон отключить все мессенджеры и работать спокойно входя в поток не надо чтобы вас отвлекала та или иная часть вашей неважной и несрочной жизни если вы можете делегировать что-то делегируйте если вы можете отложить что-то несрочное откладывать но то что у вас находится в кварт в квадрате срочно и важно вы должны делать в первую очередь далее будьте внутренним куратором самого себя 100 также могу посоветовать вам книгу майкла баскара принцип кураторство роль выбора в эпоху переизбытка где он очень подробно рассказывает что наша жизнь это жизнь которая все время предлагает нам выбор и и конечно он выделяет четыре момента которые важны для кураторской работы это отбор систематизация упрощение и контекстуализация вот вы тоже можете этими принципами пользоваться и наконец будьте глоком следуйте тому термину который придумал философ и куратор акилей банито олива в 1979 году этот термин был введен для для художников которые работали в италии и работали в латинской америке а сейчас этот термин используют многие художники во всех уголках земного шара это значит что вы должны представлять себе карту мирового искусства но не забывать свое место в ней то есть вы должны заниматься таким художественным мэппингом и мое личное пожелание полюбите арт менеджера в себе дружите с ним потому что это соответствует нашей эпохи то есть современно а значит имеет прямое отношение к контемпорари арт удачи вам